Генеральный партнер программы 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 Главным подрядчиком выступил тогда архитектор Бухвостов. В конце XVIII века храм обветшал и был перестроен. При нем действовала церковная приходская школа, в которой в 1915 году значилось, что обучалось там 80 мальчиков и 60 девочек. Из настоятелей и священнослужителей Екатерининской церкви наиболее известен партерей Михаил Виноградов, славный на всю Россию своими музыкальными произведениями. Их отличительная черта – простота, выразительность, молитвенное настроение, господство текста над музыкой и гармония. Отца Михаила рязанцы запомнили как благотворителя, особенно в годы его служения в церкви святой великому ученице Екатерины. Жизнь он вел скромную и отличался глубоким смирением. Все его средства шли на помощь бедным, причем делал он это практически всегда тайно. Наступившие после Октябрьского переворота гонения на церковь не обошлись стороной и Екатерининский храм. В 1922-м под предлогом сбора помощи голодающим по Волжье из храма были изъяты практически все церковные ценности. Вскоре было принято решение о закрытии храма, его стали использовать под склад. В 1938-м здание попало под управление городского рынка, и там разместили мясной павильон. Я еще помню себя, когда заходил сюда, здесь продавали картошку, квашеную капусту, то есть вот то, что мы видим, ну, это был павильон центрального рынка, ну, что он себя и представлял. Здесь были перекрытия, был второй этаж, вот, в главном четверике, здесь даже находилось кафе на втором этаже, с кухней, вот, то есть он был переделан, перекроен, вот, узнать, что колокольня была снесена, вот, узнать, что это храм, ну, мог только человек или знающий, вот, или что-то помнющий. В 1991-м году началось возрождение храма. Тогда на приход был назначен протерей Сергий Мельниченко. Он был настоятелем почти 17 лет и приложил много усилий при возрождении пороганной святыни. Храм был восстановлен буквально из руин. Насколько было возможно, ему вернули прежний вид. Были организованы приходская библиотека, открыта воскресная школа. Новый настоятель, назначенный сюда в 2009 году, протерей Владимир Баранов, продолжил дело первого. Усилиями прихода храм увидел новый иконостас. В 2010 году правящий архиерей возглавил чин освящения второго престола в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а год назад – новой звонницы. Теперь каждый праздничный и воскресный день прихожане и жители окрестных домов могут слышать перезвон колоколов. Также в конце прошлого года завершилось при храме строительство комплекса храмовых помещений. В одном из них каждое воскресенье теперь проводятся занятия в приходской воскресной школе. Взрослых постоянно регулярно у нас занимается, где-то около 20 человек, а деток постепенно прибавляется. В прошлом году было немного, в этом году уже побольше, до 15 человек примерно сейчас уже занимается. От 10 до 15 регулярно бывает и побольше приходят. Многие интересуются пока только, а как у вас, а как, что. И вот уже многие пришли новенькие, я смотрю, в этом году, те, которые даже не были нашими прихожанами. Настоятель и клирики храма активно занимаются социальным служением. В зоне их ответственности специальная школа-интернат номер 18 для глухих и слабослышащих детей, где в молитвенной комнате проводятся беседы с учащимися. Не забывают батюшки и городскую клиническую больницу номер 8, где по субботам служится молебен с чтением Акафиста икони Божьей Матери Млекопитательница в часовне при больнице для пациенток, находящихся на лечении, и медицинского персонала. Окормляют священнослужители сезон номер один, где с осужденными ведут воспитательные беседы, передают им пожертвования, нательные кресты, иконы, молитвословы, крестят, исповедуют и причащают. Также священники ведут работу в детском развивающем центре «Лучик добра» на доступном для деток языке. Мы выходим за пределы храма, потому что не только стенами его ограничиваемся. Это и выход к престарелым, то есть те, которые требуют внимания ухода, то есть по мере сил наши прихожане оказывают, и священники нам навещают. Вот. То, что касается вот такой вот работы нашей приходской. Так уж люди устроены, им всегда необходимо чудо. И в страстных желаниях этого чуда мы порой не замечаем, что вот оно вершится у нас, на наших глазах, оно рядом. Возрождение пороганных храмов и их дальнейшая полноценная литургическая и приходская жизнь. Еще важнее то, что восстанавливаются не только стены. Наши мудрые деды говорили, церковь не в бревнах, а в ребрах. С каждым годом увеличивается приход, продолжая жизнь и в людях вера. На родине известного духовного деятеля, святителя Гавриила Рязанского в селе Лакаш, которое расположено в Спасском районе, впервые за многие годы вновь было совершено богослужение. В возведенном не так давно храме 10 ноября состоялся чин торжественного освящения, которое возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Павел. По решению жителей села Лакаш, прихожан храма и духовенства, был принят указ осветить церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Такое решение можно назвать данью традиции, сложившейся в поселении. Церкви, которые находились ранее, были посвящены Матери Божией. Теперь небольшая светлая церковь в честь ее Рождества не только украшает силу, но и встречает молящихся на молитву. Моисеев, как новую хвалу, некую изрядну, приложите добрейшему твоему созданию вещи. Видите тебе свет, яко добрый, и дневно вещий сей, и Боже оба ему видящий и святейший свет солнца, обновляющий на всякий тварь, тя истинного дне славен солнца, и свет твой не вечерний. Лакаш впервые упоминается в летописях за 1629 год. Там же можно встретить сведения и о нахождении в селе храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы с пределом мученицы Екатерины. Гонения на православную церковь в начале 20 века не миновали это село. Здесь была прервана не только церковная жизнь. Советская власть попыталась тереть из памяти людей саму веру. По слову праведного Иоанна Кронштадтского, храм Божий – это небо на земле. И уже здесь, живя на земле, мы можем и имеем возможность прикоснуться к небу, приходя в наши православные храмы, принимая участие в наших богослужениях, в святых таинствах, в которых обильно подается благодать Святого Духа, которая укрепляет каждого человека для жизни земной и дает возможность преображать свое человеческое естество. Святитель Гавриил Городков появился на свет именно в этом селе в 1785 году. Владыку по праву можно назвать одним из выдающихся людей своего времени. В непростые годы массового распространения католицизма на Украине он явился ревностным защитником православной веры и многих вернул в лоноцеркви. Великолепно образованный и заботливый человек, он был прекрасным архипастырем для своих чад. В течение 20 лет он возглавлял Рязанскую кафедру, а после своей смерти остался светлой памяти народа. Сегодня святитель глубоко почитается не только рязанцами, но и всеми, кто с просьбой обращается к нему. Ведь по молитвам владыки верующие получают поддержку. Не забыли его и на родине, где он родился, взрослел и становился искренне верующим человеком. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. По словам местных жителей, возведение новой церкви в селе произошло не без молитвенного участника и земляка, святителя Гавриила. Освящение храма было воистину долгожданным событием. Шесть лет назад совершилась закладка будущей церкви. Благодаря инициативе и стараниями местных жителей, объединенных большим желанием иметь свою церковь, строительство шло активно. Самого активного члена приходского совета Юрия Жеглова прихожане вспоминают до сих пор с теплом и благодарностью. Именно он сплотил в общем благом деле всех неравнодушных людей. К сожалению, Юрий Иванович так и не дожил до этого большого праздника для всего села и его жителей. Раньше в нашем поселении было три храма. И вот за этот период люди не то, что потеряли веру, а, мне кажется, немножко отошли от церкви в связи с тем, что не было того места, куда люди могли прийти, покаяться, помолиться. Вот сейчас такое место у нас появилось. Я очень благодарен всем нашим прихожанам, всем спонсорам, которые участвовали в строительстве нашего храма. И особенно я хотел вспомнить человека, который заложил фундамент и подвел под крышу наш храм. Это Жеглов Юрий Иванович. В завершение торжественного богослужения правящий владыка Павел обратился к людям в проповеди. Он призывал верующих не забывать о людях, благодаря которым вера продолжает жить. Несмотря на потрясение 20-го столетия. И четко понимать смысл и значение православного храма для каждого, живущего на земле. Это источник живой воды, источник живой жизни, и он вновь забил на этой земле. По прошествии стольких лет верующие могут прийти сюда со своими скорбями и бедами, обратиться к священнику за советом, к святым Богородице и Богу за духовной поддержкой и помощью. С возрождением церкви в селе Лакаш начнется самое главное – возрождение веры в сердцах многих людей. После непростых лет искоренения православия. В Рязань будет принесен ковчег с частицей мощей святителя Иоанна Шанхайского. Торжественное событие запланировано на 19 ноября с богословения правящего митрополита Рязанского и Михайловского Павла и в рамках международной молодежной программы «Духовная связь». Встреча святыни состоится в Кафедральном Христорождественском соборе Рязанского Кремля перед началом вечернего богослужения в 16.30. В течение двух последующих дней перед ковчегом непрерывно будет совершаться молитва. Перед утренним и вечерним богослужениями священнослужители из каждого благочения Рязанской епархии будут служить молебны с акафистом святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому. Проводы святыни состоятся вечером 21 ноября. Для верующих всего мира этот святое является скорым помощником в бедах, болезнях, скорбных обстоятельствах, хранителям путешествующих и утешителям страждущих. Очень интересно то, что святитель Иоанн, будучи иерархом русской зарубежной церкви, которая тогда не имела канонического общения с русской церковью в России, он на всех богослужениях поминал вместе с первоиерархом зарубежной церкви, также патриарха Московского и всея Руси. И вот сейчас этот святой после объединения двух частей нашей православной церкви является собой ту духовную связь между русской православной церкви за границей и русской церкви, которая находится в России. Блаженная любовь Рязанская считается особо почитаемой в нашем городе святой. Ее честные останки с июня 1998 года постоянно пребывают в Николгимском храме Рязани. Блаженная Старица не оставляет без помощи тех, кто просит ее молитвенного заступничества. Каждую неделю в церкви совершается особое моление Акафис Любовь Рязанской. В нем верующие обращаются в молитвах о помощи в решении различных скорбей, печалей, в исцелении болезней и даровании духовной мудрости. Блаженная Любовь Рязанская, святая заступница нашего города и людей, живущих в нем. Любушка наша так просто, по-сердечному, называет ее народ и с особой нежностью и благоговением хранит память об этой угоднице Христовой. Ее жизнь пришлась на тяжелое для России время. Революция 1917 года, гражданская война, гонение на православную церковь. Но Бог милостив, для утешения и укрепления верующих Он посылает своих угодников. Таковой для рязанцев явилась блаженная любовь. Городу Рязани – дивные украшения. Сегодня люди приезжают к святой в наш город, так же, как в Москву, к блаженной старице Матроне Московской. Любушка была прославлена за подвиг юродства, а обращаются к святой болезни в состоянии скорби и печали. Кажется, если посмотреть так, человек, который в жизни, в принципе, чудес каких-то особо при жизни не совершал, но она была очень доброй и ласковой, и из-за этого горожане ее очень любили. И вот эта любовь, она настолько была яркая и чувственная, что сегодня мы даже можем видеть, много в нашем городе есть людей бедных или людей, которым можно бы выразить какой-то благодарность или еще что-то. Но таких людей, которые настолько в душе горожан бы проникали, располагали к себе, нет, наверное, и не будет пока, если мы не будем молиться. Скончалась она в 1921 году. И с той поры, и до нашего времени, могилка ее особо почиталась в Рязани. Гонимые и больные получали, и до сих пор получают по молитвам к праведнице облегчение. Об этом свидетельствует церковная летопись. Сохранилось немало рассказов жителей не только Рязани, но и Москвы, Костромы, Нижнего Новгорода, других городов, повествующих о молитвенной помощи покровительницы Рязани. Давно, когда я стал служить в этом храме, для меня было очень удивительно, когда к нам в храм приехал митрополит Вросий, представитель Александрийской церкви при Московском патриархе. И он молился перед ее мощами, с ним была целая делегация из Александрийской церкви. И все они молились. И это было, конечно, очень так смотреть удивительно, когда люди, можно сказать, с той стороны света, с Африки, приезжают и знают Любушку, и молятся ей. То есть о чем это говорит? О том, что Любушка помогает всем, кто ее просит. Имя «Любовь» очень распространено в нашей стране. Оно вызывает самые добрые чувства у людей по отношению к женщине, носящей это имя. Для каждой из них блаженная любовь Рязанская является небесной покровительницей и заступницей. О девушке – предсказания, которые всегда сбывались. Рязань знает уже почти сто лет. Она родилась в Пронске, с детства была лишена возможности двигаться, но в 15 лет получила чудесное исцеление. Как написано в жизнеописании, ей явился сам святитель Николай Чудотворец, благословив ее на подвиг юродства. Многие годы она несла этот тяжелый крест. Ее служение Богу и людям состояло в первую очередь в молитве за ближних и в Добром Слове. Сегодня мы видим, насколько все промыслительно бывает. Та любовь, которую Алюшка при жизни стяжала, она приумножилась сегодня. Акафист, который совершается в Николайемском храме, где хранятся мощи Святой Любови Рязанской, является одним из видов духовно-христианской поэзии. Это выражение особой любви верующих к святому. Умиротворенное, тихое, мелодичное исполнение Акафиста дает человеку возможность почувствовать особое духовное состояние и получить молитвенный настрой. Ведь, по слову святителя Иоанна Златоустого, молитва – великое оружие, защита и сокровище. Некоторым святым по нескольку Акафиста, в зависимости от того, какая память или что за празднование, на обретение мощей или, может быть, на какое-то другое событие, существует несколько Акафистов. Что касается Акафиста Любови Рязанской, то в нашем храме мы его служим, потому что, естественно, в нашем храме мощи Любушки. Ну и Любушка наша, Рязанская святая. Если мы обратимся к ее житию, то мы увидим, сколько для города Рязани, как она дорога. По чистой ли случайности, мощи святой блаженной старицы хранятся ныне в храме святителя Николая Чудотворца. Верующие просто верят, что здесь никакой случайности нет. Сегодня к ней большим потоком стекаются люди, надеющиеся на ее помощь. 15 ноября Православная Церковь чтила память святых целителей и бессеребреников Косьмы и Дамиана. Они жили в первые века существования христианства и были врачами. Святые безвозмездно исцеляли больных не только благодаря знаниям медицины, но и силой молитвы. Косьма и Дамиан считаются покровителями врачей и даже изображаются на некоторых медицинских эмблемах. В их честь в нашей стране освящено множество храмов. В одном из них при областной клинической больнице в микрорайоне Канищева 15 ноября прошло торжественное богослужение, посвященное престольному празднику. Храм при областной клинической больнице действует с 2006 года под попечительством отдела по связям с медицинскими учреждениями при Рязанской епархии. Сам отдел существует уже более 9 лет и окормляет 65 больниц Рязани и области. В скором времени усилиями духовенства отдела планируется открыть часовню в честь иконы Божьей Матери помощницы в родах при перинатальном центре. Храм Косьмы и Дамиана расположенный в ОКБ имеет большое значение для всего лечебного учреждения. Ведь многие приходят за духовной поддержкой, помощью и советом в порой непростых ситуациях перед сложной операцией. Причем не только пациенты и врачи посещают церковь, но даже и студенты-медики. Помощь Божия она нужна всегда всем людям верующим. Они обращаются в наш храм за эту помощь Божию к таинству. Часто совершаются в палатах в богослужении частных. То есть люди, которые не могут прийти в храм, они принимают таинство причастия, исповеди, соборов в палатах. обращаются в наш храм родственники. Также много здесь учатся студентов-медиков, которые также обращаются за помощью Божию. Поэтому я думаю, что храм этот нужен больнице. Святые братья Косьма и Демиан жили в первые века христианства. Их воспитанием занималась мать. Благодаря ей они выросли настоящими христианами. Кроме того, они получили медицинское образование. За любовь к Богу и ближним Господь даровал им силу исцеления и чудотворений. Это, разумеется, привлекало к ним множество больных. Многих исцеляли люди молитвой своим искусственным вручеванием. Но они не ждали, когда к ним придут люди. Они ходили по городам и весям, искали людей, которым какая помощь нужна, невзирая на какие-либо социальные различия. Причем служили не искренне Богу, поэтому между ними был такой договор, что они не будут брать какое-то вознаграждение, завета, то есть безвозмездно. Но в России эти святые всегда были почитаемы. Бескорыстное служение людям и сострадание святых братьев к боли ближнего для многих являлось примером христианской любви. Чтобы быть доступнее для больных, святые Касьма и Демиан переходили из города в город, из села в село, и всем больным без различия пола и возраста, звания и состояния подавали исцеление. Состраданием святые братья относились к животным. Бывают такие случаи, когда я советую с врачами в реанимации о том состоянии человека, чтобы решить какое время, как совершить более правильное таинство, более своевременное боль. Так что врач по всем показаниям говорит о том, что человек не выживет. После того, как человек принимает это причастие, я вижу, что человек переводит из реанимации обычную палату, он проходит дальше, курс лечения, хотя прогнозы давали человек несколько дней. За бескорыстное служение стражащему человечеству, за чудесное исцеление неизлечимых болезней святая церковь величает их бессеребрениками и чудотворцами. Сегодня им молятся при разных заболеваниях, и те, кто с веры прибегает к ним, получают помощь и исцеление. А кроме этого, святые братья считаются покровителями святости и нерушимости христианского брака и устроителями супружеской жизни. Также к ним прибегают с молитвой при начале учения грамоти детей, чтобы братья укрепили еще слабые детские силы и содействовали их правильному развитию, вразумлению и дарованию мудрости. В микрорайоне Гурощи идет активное возведение величественного храма, который в будущем планируют осветить в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Завершение всех строительных работ намечено на 2013 год. Сквер вокруг церкви по решению городской администрации в ближайшее время будет благоустроен совместно с Рязанской епархией. Первый этап по облагораживанию территории включал в себя посадку молодых деревьев. Участие в торжественном мероприятии приняли глава администрации города Виталий Артемов, правящий митрополит Павел, представители общественности, экологи, а также будущие прихожане храма. Благоустройство территории строящегося храма епархиального подворья в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского является важной задачей для духовенства епархии. Вопрос зеленых зон в городе волнует сегодня многих. К сожалению, благоустроенных скверов и парков в Рязани мало. При строительстве храма в Гороще жители микрорайона переживали, что после его освещения территория сквера будет закрыта, и они не смогут более там совершать дневные прогулки. В своем архипастерском слове перед началом посадки деревьев митрополит Павел успокоил собравшихся, пояснив, что храм построен для людей, для жителей и гостей города. Любой человек может приходить сюда, участвовать в богослужениях и посещать прилегающую к нему территорию, гулять в парке со своими детьми. Я, как ваш епископ, обещаю, что эта территория не будет закрыта. Все желающие смогут сюда приходить и молиться, и отдыхать, но вы все прекрасно понимаете, что в темное время суток здесь, наверное, делать нечего будет. Правда? А в светлое время мы будем рады всех вас видеть. И вот сегодня мы хотим посадить эти деревья и показать начало преобразования этого скверика. Территория сквера будет благоустроена в ближайшее время. Посадка деревьев лишь начало его преобразований. В свою очередь глава администрации Рязани Виталий Артемов попросил владыку взять шефство над сквером, чтобы здесь всегда был порядок. У нас давно уже был разработан проект благоустройства этого парка, но, к большому сожалению, не было средств. И когда владыка проявил инициативу с предложением этот парк благоустроить, создать хорошее место для отдыха детей, взрослых, пожилых, мы, конечно же, эту инициативу поддержали. И сегодня я ходатайствую перед ним, чтобы уже с этого года они занялись благоустройством и до парка, первые деревья. Это вот первый элемент этого благоустройства в рамках того проекта, который мы разрабатывали. Храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского уже скоро будет освящен и начнет встречать верующих людей на молитву. Каменные работы уже завершены, и храм обрел голос, на его звонницу были торжественно освящены колокола. Наш город еще не знал примера такого спорого возведения церкви. Люди ждали ее. Многие решили прийти, принять участие в посадке молодых деревьев. Как на большой праздник они шли семьями, много было детей и подростков. По словам владыки Павла, их присутствие это важный нравственный и педагогический шаг. Сегодня это молодое поколение, но через года они уже взрослыми людьми будут приходить сюда со своими детьми, говоря им, что в облагораживании этого сквера они принимали непосредственное участие. Я вспоминаю свою молодость и свое несение послушания в Израиле, в русской духовной миссии в Иерусалиме. В Израиле существует прекрасная традиция. Ежегодно все школьники, студенты, дипломатические сотрудники и работники, представители церквей выезжают за город и сажают на территории Израиля деревья. А потом, вот так же, как и здесь все приготовлено, чисто символически принимают участие, а потом для них организовываются какие-то экскурсии, какие-то другие культурные мероприятия. В Рязани еще нет храма во имя праведного Иоанна Кронштадтского, однако он очень почитается русским народом. Его считали святым еще при жизни и совсем не случайно храм возведен в неовизантийском стиле, который был популярен в конце 19-го, начале 20-го века, когда служил праведный. Храм подобной красоты без сомнения украсит город внешне и обогатит его жителей внутренне. По задумке авторов проекта это будет настоящий храмовый комплекс, который вскоре станет одним из самых крупнейших православных культурных центров в городе. Это был наш последний сюжет. Мы завершаем наш эфир и благодарим вас за то, что вы были с нами в этот воскресный вечер. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова